МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На более выгодных условиях. Глава Минстроя России обсудил с регионами вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Не плачь, девчонка! Первые призывники из Чувашии выехали к местам службы. Наша Олимпийская послезавтра. В Министерстве спорта чествовали чемпионов и призеров 2014 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня руководитель Минстроя России Михаил Мень на селекторном совещании сообщил субъектам хорошую новость. Увеличивается доля федерального софинансирования региональных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Если раньше большую часть расходов 62% нес региональный бюджет, то теперь фонд содействия реформированию ЖКХ готов разделить финансовую ответственность 50 на 50. В Чувашии общая стоимость программы, рассчитанной на срок до 2017 года, около 5 миллиардов. Соответственно, республиканские и районные бюджеты должны вложить в общей сложности 2,5 миллиарда. Особых проблем с выполнением программных показателей не возникает, сообщил министр строительства Чуваши Олег Марков. Планируется переселить порядка 13 380 граждан. По первому этапу в республике работа также ведется. Практически все 23 муниципальных образования на сегодняшний день провели аукционы, провели торги и ведется строительство. И более 500 граждан уже на сегодняшний день в рамках данной программы переселены из 1883 человек. На сегодняшний день у нас остается пока не реализованные программы на территории города Чебоксары. То есть отторгованы из 628 квартир 120 квартир. 19 мая должен состояться аукцион. Предварительные участники уже заявлены. Думаю, что после 19 мая мы также данную проблему снимем. И до конца текущего года, как устанавливают сроки фонд, мы всех жителей нашей республики переселим. Основным вопросом на заседании Кабинета министров сегодня стали итоги рейтинга эффективности регионов. Напомню, Чувашия вошла в двадцатку лидеров. Такая оценка деятельности регионов проводится с 2008 года. При оценке эффективности органов исполнительной власти субъектов России использовались 14 критериев. По трем из них республика не достигла нормативных показателей. Это инвестиции в основной капитал, располагаемые реальные денежные доходы населения и доли выпускников, не сдавших ЕГЭ. Глава Чувашии перечислил и показатели, по которым республика на хорошем счету. Среди них оборот продукции, производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня безработицы и количество детей, которые остались без попечения родителей. У нас есть потенциал, соответственно, четыре месяца уже позади. Динамика намного лучше, чем в прошлом году. И мы до конца должны годы удержать эту динамику, включая увеличение доходов нашего населения. Кроме всего этого, тоже могу сказать, в соответствии с поручением президента Российской Федерации на сегодняшний день, в критерии оценки будет включен показатель по переселению граждан из оборудования Жилищного фонда, признанного до 1 января 2019 года. Республиканский бюджет в первом квартале исполнен по доходам на 7,902,000,000 рублей. По расходам на 7,297,000,000. По словам Светланы Янилиной, по итогам первого квартала профицит составил 605,000,000. Собственные доходы республиканского бюджета по итогам первого квартала 2014 года исполнены в объеме 4,676,000,000 рублей. 108,9% к аналогичному периоду прошлого года. Безвозмездные поступления исполнены в объеме 3,226,000,000 рублей. Или 67% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение объема безвозмездных поступлений в первом квартале 2014 года к аналогичному периоду прошлого года обусловлено изменением порядка их предоставлений из федерального бюджета. Чувашия по темпу роста поступлений в казно занимает четвертое место среди субъектов ПФО. При этом сохраняется социальная направленность бюджета. Расходы на социально-культурную сферу в первом квартале 2014 года превысили 80%. В текущем году социалка по-прежнему в приоритете. Планируется ввод 14 дошкольных образовательных учреждений почти на 5000 мест. Будет продолжена работа по строительству и реконструкции спортивных объектов, обеспечению граждан жильем и другим приоритетным социально значимым направлением развития. Министр экономического развития, промышленности и торговли рассказал о государственных программах, которые финансируются из республиканского бюджета. В перечень вошли 15 действующих госпрограмм, в составе которых учтены 96 подпрограмм. Владимир Аврелькин отметил, что по итогам 2013 года все госпрограммы Чувашской республики признаны высокоэффективными. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. 260 тысяч автомобилей находятся в собственности у жителей Чувашии. Данные за 2013 год приводит Чувашстат. По сравнению с 2012 это на 11% больше. Прирост произошел за счет легковых автомобилей. Примерно каждый пятый житель республики имеет в собственности легковой автомобиль. В то же время за год на 5,5% уменьшилось количество автобусов, а вот грузовых машин, спецавтомобилей и фургонов стало больше на полпроцента. Лидерами по количеству автомобилей являются Батровский, Яльчикский, Шимуршинский, Шумерлинский, а также Комсомольский районы. Минимальные показатели в Чебаксарах, где насчитывается около 91 тысячи личных автомобилей. Между тем, именно в столице Остро ощущается проблема отсутствия парковочных мест. В соответствии с нормативом на одно машиноместо приходится в среднем 5 квартир. Сейчас Остро назрел вопрос о пересмотре нормативов и увеличении числа открытых стоянок и подземных паркингов. В Алатарском районе произошел пожар. Загорелся заповедник Присурский. Огонь прошелся по горельникам 2010 года. По данным спасателей, вечером 13 мая загорелась сухая трава вдоль железной дороги в 6 километрах от станции Атарь. Затем огонь перекинулся на территорию заповедника. Площадь возгорания 10,5 гектаров. Несмотря на сложный рельеф местности, возгорание удалось локализовать и ликвидировать. Объекты экономики, лесной фонд от низового пожара не пострадали. Причина в настоящее время устанавливается. Предположительно, очаг возгорания возник в полосе отвода после проезда железнодорожного состава. Конец весны и лето – самый пожароопасный сезон. Да и синоптики в этом году прогнозируют засуху. Но природа природой основным виновником лесных пожаров является человек. Большинство возгораний возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, отброшенной спички, непотушенной сигареты. Кроме того, нередко лес завален бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Неполностью потушенный костер служит причиной последующих больших бедствий. Работники лесничеств еще с февраля начали подготовку к пожароопасному сезону. Составляют планы тушения пожаров, создают мобильные группы и добровольные дружины. Устанавливают аншлаги на противопожарную тему. В лесах создают минерализованные полосы, которые являются барьерами на пути движения огня. Но самым эффективным противопожарным методом по наблюдениям специалистов является агитационная работа с населением. Видимо, эта работа, она, видимо, свои, как бы, воздействия оказалась. Как вы знаете, в прошлом году в республике не было допущено, потому что у нас нет ни одного пожара. Позапрошлым годом один пожар всего. Вот видите, вот этот результат работы, что у нас в пожарах нет. Это результат профилактической работы, работы с населением. Все пожары у нас выходят, как бы, от человека. Поэтому поведение в лесу от каждого, от поведения в лесу от каждого зависит наше сохранение наших листов. Действительно ведем в лесу меньше пожаров, меньше повреждений. 1 апреля многим молодым россиянам было не до шуток. Начался весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. А сегодня первые призывники разъехались по местам дислокации. Буквально вчера, 13 мая, первые молодые люди, более сотни призывников, прибыли в сборный пункт в Канаше. В каких войсках им предстоит нести службу, пока неизвестно. Однако, по словам военного комиссара Чуваши Александра Макрушина, половины призывников отправятся служить в сухопутные войска. Места же для прохождения службы обычно определяются согласно простой логике, где недостаточная укомплектованность военными кадрами. В общей сложности с Чувашей пополнены ряды вооруженных сил России 1897 человек. Более 700 из них уже призваны. Генеральная репетиция для выпускников прошла в Чубаксарах в 10-й школе. Сегодня школьники шести образовательных учреждений написали пробный ЕГЭ по математике. 11-ти классники Чубаксарских школ номер 17, 20, 24, 37, 57 и гимназия номер 5 попробовали свои силы незадолго до начала основного этапа сдачи ЕГЭ. Правила такие же, как и на настоящем экзамене. Заполнение бланков ЕГЭ, время на выполнение задания 4 часа, пользоваться телефонами строго запрещается и никаких шпаргалок. Результат пробного экзамена ни на что не влияет и ни в каких официальных документах не фиксируется. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 11 июня. По предварительным данным, тогда сдавать математику в Чувашии будут более 6,5 тысяч выпускников. Для обеспечения информационной безопасности и объективности проведения экзаменов все пункты проведения оснащены камерами видеонаблюдения. При входе все участники будут проходить проверку ручными металлоискателями. Единый государственный экзамен в 2014 году проходит под девизом «Мы за честный ЕГЭ». К тому же, сегодня Роспотребнадзор впервые в открытом доступе опубликовал на сайте Федерального центра тестирования варианты КИМов ЕГЭ этого года по 14 предметам. Эти контрольно-измерительные материалы использовались при досрочной сдаче экзаменов. Таким образом, ведомство пытается защитить школьников от мошенников, которые предлагают недостоверные тесты. В этом году количество КИМ значительно увеличено. Они разработаны отдельно для каждого часового пояса и периода проведения экзаменов. Также задания подготовлены отдельно для труднодоступных и отдаленных местностей. Кнопки на стуле, измазанная маслом доска, невыученные уроки. Думаю, многие согласятся. Каждый день работы с детьми уже подвиг. Для тех, кто растит молодое поколение, в Чувашии проходит региональный этап всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Цель не только выявить тех, кто успешно справляется с проделками сорванцов и вкладывает знания в молодые головы, но и простимулировать творчество педагогов, поощрить тех, кто внедряет инновационные разработки в сферу образования. Заявки на участие и материалы принимаются до 21 мая. Подробная информация на сайте Чувашского республиканского института образования. Чем закончится история любопытного медвежонка, который убежал от матери? Какие приключения ждут конфетку и печеньку? Чувашское книжное издательство выпустило сразу пять детских книжек. Новинки есть и на чувашском, и на русском языках. Книгой Людмилы Васильевой «Любопытный медвежонок» заинтересуются младшие школьники. Приключения конфетки и печеньки Александры Сапожниковой лучше читать дошколятам. На чувашском языке переиздали сказки Пушкина о золотом петушке, а папе и работники его балде – сказку о золотой рыбке. Кстати, судя по обложкам, заинтересуют новинки и тех, кто в книжках больше любит красивые картинки. Завтра в Чувашии пройдет первый слет юных корреспондентов чувашскоязычных изданий. В Театре кукол соберутся более ста юных журналистов со всех районов республики. Они активно сотрудничают с редакциями детских и юношских газет и журналов. На форуме ребята поделятся своими творческим опытом, расскажут о секретах распространения юношских и детских изданий среди сверстников. Мастер-классы для юных журналистов проведут руководители ведущей журналиста Чувашия. Инициатором мероприятия выступил издательский дом «Хэпар». Сегодня министр физической культуры и спорта Чувашии встретился со спортсменами, которые успешно выступили на международных соревнованиях в 2014 году. Самый юный спортсмен Даниил Леонидов на днях он вернулся с первенства Европы по русским шашкам. Там он завоевал две золотые и одну серебряную медали. На встрече присутствовали сразу две подопечные молодого тренера по вольной борьбе Светланы Константиновой. Екатерина Гаврилова на прошлой неделе завоевала бронзовую медаль весовой категории до 38 килограммов в первенстве Европы среди кадетов в Болгарии. Ее старшая подруга по спортивной школе Надежда Федорова в начале апреля также стала бронзовым призером чемпионата Европы весовой категории до 48 килограммов. На встрече также присутствовали серебряный призер первенства Европы по тяжелоатлетике Александра Козлова, ее тренер Геннадий Иванов, участница Кубка мира по спортивной ходьбе Марина Пандакова. Сергей Мельников вручил спортсменам и тренерам сертификаты на получение премии ежемесячных стипендий. Из чего делают цветы на тортах? Как изготовить кольцо из шоколада? И сколько слоев должно быть в слоеном тесте? Ответы на все эти вопросы студенты факультета управления Чувашского педагогического университета получили сегодня в кондитерской фирме СМАК. Экскурсию в рамках Дня российского предпринимательства организовал республиканский бизнес-инкубатор. Репортаж об этом смотрите далее. Сразу после него разговор по существу. Гости программы расскажут о детском телефоне доверия. А я с вами прощаюсь. До встречи. Пирожное заварное, торт бисквитный, печенье слоеное. Пока студенты надевают халаты, начинается обсуждение того, кому какие кондитерские изделия больше нравятся. Ответ один. К сладостям равнодушных нет. В производственный цех нельзя заходить в уличной одежде, предупреждают студентов. Работников предприятия еще и осматривает медсестра. На руках не должно быть раны царапин, нельзя отращивать и красить ногти. Все производство автоматизировано. Тесто замешивает машина, коржи режет, автоматический нож. И даже в форму укладывается строго до грамма. Слоеное тесто – самое сложное в производстве. Кондитер следит, чтобы оно не напрягалось. На профессиональном языке это означает сужение куска. Здесь должно быть 256 слоев. 256 слоев должно быть. Вот все, это все в программе написано. Пирожные и торты должны быть не только вкусными, но и красивыми. И тут в дело вступают настоящие художники. Они могут нарисовать, слепить все, что угодно. От цветов до фигурок зверюшек и людей. Вначале я подготавливаю вот такие фабрикаты. Потом в зависимости от того, кто что просит, собираю букеты. За одну смену мастер делает несколько сотен таких роз. Работа несложная, но надо набить руку, говорят они. Раз и все. Я не училась, сама собой получается. Было приятно посмотреть на все это, как все это делается. Узоры, как ложатся на торты. Вообще понравилось очень. Я эти розочки обязательно попробую дома сделать. Найду время как-нибудь. И маму научу. Я в детстве тоже пробовала, но у меня, конечно, не получалось. Но это очень великолепно. Нужно вкладывать всю душу. Не надо делать с душой всю работу. Тогда получится. Ну а напоследок угощения. Студенты делятся впечатлениями и обговаривают возможности трудоустройства. Уже этим летом они готовы прийти на практику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова